Герой многочисленных репортажей ТАО, а точнее антигерой, екатеринбургский бизнесмен Сергей Красуцкий, вновь оказался в центре скандала, на этот раз связанного с разводом и разделом семейного имущества. Накануне городской портал Е1 посвятил большое расследование его конфликту с бывшей супругой Натальей Волковой, основателем и руководителем одной из косметологических клиник уральской столицы. Вероятно, имущество этой клиники и стало предметом раздора бывших супругов. Последний раз о Сергее Красуцком ТАО рассказывал в октябре прошлого года, когда тот на улице Репина на своем «Мерседесе» бизнес-класса подрезал якобы не уступившему дорогу служебный автомобиль железнодорожной больницы. В стареньком «Хёнде Саната» курьер клиники вез биоматериалы больных ковидом пациентов в Роспотребнадзор. Прижав оппонента к обочине и вынудив его остановиться, Красуцкий хотел было устроить разборки, но, увидев вышедшего из руля Санаты двухметрового крепкого курьера, развернулся и пошел во своясе. А когда курьер вновь сел за руль, вынул из багажника «Мерседеса» клюшку для игры в хоккей на траве и разнес ею боковое зеркало «Хёнде», после чего окончательно скрылся. До этого Красуцкий уже фигурировал в новостях в качестве автохама, бравшего на себя роль уличного учителя, наказывающего других автомобилистов, не пропускающих его при перестроении. Но самый крупный залет с этим персонажем случился 9 лет назад, в январе 2012 года, когда, будучи предположительно пьяным и управляя автомобилем «Ауди А6», тогда еще весьма молодой Сергей Красуцкий не справился с управлением и на улице Белореченской врезался в припаркованный «Шевроле Круз». Пытавшегося сбежать с места происшествия и отрицавшего факт управления «Ауди Красуцкого», тогда задержали очевидцы ДТП и передали гаишником. К сожалению, для пассажирки немецкого седана юной спутницы Красуцкого это происшествие имело самое трагическое последствие. Получив тяжелую черепно-мозговую травму, она через несколько дней скончалась в больнице. А вот для виновника ДТП последствий, похоже, не наступило. Нашим коллегам с Е1 и нам так и не удалось найти в базе судебных решений хоть какой-то информации о привлечении Красуцкого к уголовной ответственности за смерть своей пассажирки. Бывшая жена Сергея, Наталья Волкова, подтверждает, что речь идет о ее экс-супруге. В то время, в 2012-м, Наталья была аспиранткой медуниверситета и ждала ребенка. Сергей же разъезжал по городу со своей любовницей. В тот день, когда пассажирка Красуцкого умерла в больнице, у Сергея и Натальи родилась дочь. Молодому отцу как-то удалось договориться с родителями погибшей и избежать тюрьмы. Но сейчас за свою жизнь опасается уже Наталья. На нее уже совершено покушение. Неизвестный облил ее краской с головы до ног, дом ее родители в Каменске-Уральском поджигали, а сам Сергей сжимал свои руки на шеи Натальи и угрожал ее жизни. Общеизвестно, что в семейных конфликтах не бывает однозначно правых и виновных сторон. Крушение семьи – это всегда дело рук обеих сторон, но беспристрастным расследованием и один назвать нельзя. На то есть причина. Красуцкий отказался от общения с журналистами, назвал свою бывшую сумасшедшей и даже пригрозил нашим коллегам всевозможными карами, если те опубликуют материал. Но видя, что женщина находится в реальной опасности, журналисты все же не побоялись рассказать о происходящем. Сергей и Наталья прожили вместе 14 лет. У них двое детей. Как и Сергей, Наталья имеет свой бизнес – клинику красоты и молодости МРВ, расположенную в самом центре города в новом особняке на улице Горького. Но счастливой ее сегодняшнюю жизнь не назовешь. Конфликт с бывшим мужем обострился, когда летом прошлого года они начали делить имущество. Цитата. Он очень эмоционально отреагировал на разногласия, рассказывает Наталья. Вместо того, чтобы находиться в правовом поле и судиться, начались всякие дополнительные действия. Например, он сказал, что если я не перепишу половину бизнеса на него, то он выгонит меня из дома. Потом он кричал, угрожал мне. Я на это не реагировал. Думал, ну кричит и кричит. Я что буду писать заявление из-за мата? Прошлой весной в разгар локдауна Наталья после работы приехала домой в квартиру на Белинского. Но ключи не подошли. Сергей сменил замки, забрал котов. Свои вещи, оставшиеся в квартире, Наталья больше не увидела. Он тогда позвонил дочке, спросил, где мама. Она ответила, что на работе. Я приехала вечером домой в квартиру, не смогла попасть внутрь, мои ключи не подходили. Он написал, что ему со мной больше не о чем разговаривать, и там твоих вещей никогда не было, говорит женщина. Мы написали заявление в полицию, он пришел в отделение, там провели формальный допрос, но вещи мне так и не вернули. Черный Мерседес С-класса, на котором Красуцкий в октябре прошлого года напал на больничного курьера, по словам Натали, принадлежит ей. Цитата. Так исторически сложилось, что он ездит на машине, которая на меня записана, а я езжу на машине, которая на него записана. Он подделал мою подпись, написал в договоре, что я продала черный Мерседес за 4 миллиона рублей, причем в договоре написал не миллион, а миллиона, а потом переписал на своего друга и принес это в суд. Было очень смешно объяснять Наталье. В итоге адвокатам женщины удалось отсудить машину, но Наталья не знает, где находится Мерседес и что с ним. А сторона мужа подала апелляцию, чтобы по документам вернуть автомобиль. Осенью прошлого года Сергей, по словам Натали, напал на нее. Схватил за шею, поднял над землей, начал трясти и кричать, что она животное. На защиту Натали пришел ее брат Александр. Позже женщина все-таки попыталась написать заявление на экс-супруга за угрозу убийством, но правоохранители отказались возбуждать уголовное дело за отсутствием события преступления. Тогда-то Наталья впервые увидела нынешнюю сожительницу Сергея. Она была загипсованной рукой. По словам дочери Натали, это Сергей якобы сломал ей руку, но девушка была всецел на стороне своего нового возлюбленного. И, по словам Натали, кричала ей, «Я ее сейчас убью». В декабре того же года полицейские все-таки возбудили уголовное дело, но в отношении клиники, принадлежащей Наталье Волковой, подозревая ее в мошенничестве. Якобы директор МРВ взяла у кого-то косметический аппарат ценой в полтора миллиона рублей и так и не расплатилась за него. А когда сыщики приходили в клинику с обыском, прятала его в соседнем офисе. Как считает Наталья, это уголовное дело появилось с подачи ее бывшего супруга. Новое обострение конфликта пришлось на апрель этого года. Сначала Наталью Волкову неизвестный облил зеленой краской прямо на улице. И в тот же день в инстаграме сожительницы Сергея появилась запись «Месседж 1. Начало положено». Уголовного дела, несмотря на подачу заявления, в этот раз опять не последовало. А 16 апреля у родителей Натальи в Каменске-Уральском подожгли коттедж. «Мы сначала думали, что там проводка загорелась, а потом, когда приехали пожарные, полиция выяснилась, что там конкретно следы поджога. Там завален забор, через него перелазили. Есть следы этого товарища. Разбитое стекло, бензин около дома был», объясняет Наталья. По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило в 15.05. Дом тушили 8 сотрудников МЧС, были задействованы две единицы техники. В 15.20 открытое горение ликвидировали. Еще через 25 минут пожарные завершили проливку и разбор сгоревших конструкций. Приехал дознаватель от МЧС. Он установил, что это был поджог. «У нас в доме небольшая баня, сауна. В ней пахло бензином. На полу были раскиданы спички. Лежал пакет из магазина пивоварни, которого у нас в Каменске нет. И в целом в доме не могло его быть. Лежала какая-то крышка, видимо, от средства для розжига. Поджигатель, видимо, сначала пытался поджечь сауну, но там у него не получалось, потому что бензин утекал. Он накидал много спичек, но ничего не смог. А затем попал в гостиную, поджег диван. Дальше уже загорелось все остальное, объясняет Александр, брат Натальи. Сожительница Сергея в этот же день выложила фотографию в Инстаграм и подписала «Месседж 2. Печально, когда тупое думает, что оно хитрое». «Мы написали заявление о поджоге, об угрозе жизни и здоровью. Моим родителям сейчас плохо. Они взрослые люди. Мама надышалась угарным газом», рассказывает Наталья. Проверка по этому заявлению еще продолжается. Но уже на следующий день после поджога к этому дому подъехал товарищ бывшего мужа Натальи и потребовала отдать ему «Мерседес», который записан на Сергея. Но после поломки стоял во дворе дома Натальиных родителей. Цитата. «Видим, когда залезли поджигать, увидели, что там стоит моя машина. Сергей отправил своего друга, который за него все дела решает, бывшего сотрудника полиции. Но машину тот в итоге не забрал, потому что мой папа не пустил на территорию никого. Вызвали полицию. Участковый сказал, что пока идет раздел имущества, никто не может ничего приезжать и забирать». Позже, в ночь с 18 на 19 апреля у дома Волковых старших дежурила подозрительная черная иномарка. Но когда хозяин вышел из дома, машина поспешно уехала. По словам Натальи, когда она выходила замуж, у Красуцкого за душой не было ни гроша. Сейчас он живет в доме за 44 миллиона рублей и ездит на Мерседесе С-класса. Цитата. «Я опасаюсь за свою жизнь, за своих детей, за близких и хочу жить в безопасности. И отсутствие действий правоохранительных органов, когда есть прямая угроза здоровью и хоть косвенная, но угроза жизни обескураживает», заканчивает Наталья. Как мы уже говорили, Сергей Красуцкий отказался по существу комментировать Е1, предъявленные ему бывшей женой обвинения. Однако кое-что он все-таки сказал. Процитируем дословно. «Это моя личная жизнь, и я не считаю нужным что-то где-то кому-то на публике рассказывать. Для этого есть следственные органы, органы дознания. Пусть они выясняют, на каком основании что происходило. Если она невменяема, она реально шизофреничка», говорит Сергей. «Я еще раз повторяю, если я сейчас прочитаю это на Е1, я тут же натравлю на вас всевозможные органы полиции, чтобы просто эта статья потушилась, чтобы вы перестали заниматься ерундой. Какую обратную связь вы хотите получить? Я могу сказать одно. Она шизофреничка, она невменяемая, которая отобрала у меня моих детей и судится со мной за мои же деньги. Вот и все. Если она с виду такая бедная, невинная овечка, то это обманчиво. Она аферистка и очень жесткая». Конец всех цитат.